привет дорогие друзья вы на канале колдунблок с вами катеров танки и сегодня у нас будет подборка хороших боев два боя на l10 с достаточно хорошими результатами атакуем заходим на зенитку стандартный вариант видите у нас восточно фугасные снаряды очень они хороши против наземных объектов имеют чуть получше сектор поражения чем другие снаряды и заодно могут нанести урон еще и огнем заходим на этот крупный наземный объект немножко его надо продамажить чтобы его бомбу полностью уже сняла и переключаемся на следующие цели здесь уже на нас выходит вражеский самолет атакует это як-9 в общем у них чрезвычайно мощное вооружение надо быстренько уходить прятаться в низину так как он продолжает нас преследовать на хвостном сел благо конечно что это не 8 это у 10 и он может достаточно быстро от этого преследования уходить но уже два истребителя нам сели на хвост не борт стрелок у нас начинает работать с метров с 500 и принципе не очень точно там по сравнению с этими мощными пушками это конечно ни в какое сравнение идет и тут уже когда они приближаются на 300 метров вот аж тогда начинается какой-то там уровень здесь мы наугад бросаем бума констанную никуда вообще не годится так как назад мы не оглядывались в этот момент внимательно следили за тем как пролететь под этим укрытием поэтому бросали по ощущению противник где находится но он вражеские самолеты просто ушли вверх поэтому не бомба никакого эффекта не возымела уничтожаем вражеский корабль прикрытия атакуем следующую цель спускаем две ракеты и уничтожаем еще один объект соответственно заходим на следующую цель здесь исключительно за счет орудий уничтожаем переключаемся на оставшийся корабль но его уже бомбовым ударом уничтожает союзник в общем все в принципе достаточно классический происходит каких-то особых все технически правильно то есть как должен действовать штурмовик работая по наземным объектам сейчас да вот полетела бомба считая союзник ну союзник не пометил объект этот поэтому очень его бомба ушла впустую не принеся никакой пользы абсолютно атакуем самую крупную цель из этой тройки объектов сбрасываем еще одну бомбу одну оставляем про запас на случай критической ситуации ну принципе здесь уже у нас превосходство определенное место поэтому решаем что выгоднее сбросить на группу объектов еще одну бомбу и одновременно немножко дамажим этот объект быстренько уходим отсюда во как видите даже немножко повреждаем собственной самолет этой взрывной волной атакуем следующую цель ну там еще остался у нас не дни добиты объект того который повредила лишь частично взрывной волной его частично повредила но не уничтожен и нам надо еще добить этот склад боеприпасов это такой широченный объект достаточно его не так-то просто пушками продамажить в общем не потребовалось так как его забрал союзник что нам остается набираем высоту и будем сейчас добивать этих два горных объекта которые на самое вершине находятся это очередная точка пву выстраиваемся в линию для атаки атакуем защитой орудий ракеты не используем принципе смысл и нету и слева мы не трогаем этот еще один там оставшийся наземный объект так как им принципе уже занялся союзники смысла абсолютно никакого нету теперь нам нужно быстренько долететь до той кучки вражеских штурмовиков которые осталось и помочь ножом союзникам ну в общем все проходит достаточно легко уничтожает еще одного ил-2д еще один штурмовик не в 2d поврежден абсолютно не представляет какой-то угрозы сбрасывать бомбы мы слишком высоко находимся и остается еще одна цель последняя выстраиваемся для атаки и как раз встречных курсов атакуем едва не сталкиваясь ракеты проходят мимо еще успели продаможить барстрелку практически сотню хп мы сняли выстраиваемся для финальной атаки и вот на маневре его как раз и сбиваем такой получился интересный бой два воздушных фрага 2 на 10 наземных и довольно неплохой финальный результат теперь посмотрим следующий бой и второй у нас бой в этой подборке карта маяк идем по часовой стрелке в этом бою мы принципе наберем достаточно много урона по наземке около 30 тысяч несмотря на то что условия будут во второй половине боя не самыми благоприятными для такой работы по наземке но тем не менее выстраиваемся вслед вражескому штурмовику наносим определенный урон в принципе же половину мы сняли бомбовое вооружение 4 бомбы лишних 400 килограмм накладывает свой оттенок маневренность самолета не очень ну принципе свою долю урона мы нанесли поэтому отпускаем одной из целей сейчас хотели выстраиваться за следующим штурмом так как на него носили уже наших два союзника мы решили его стать покоя и лететь работать на наземкой и так подлетаем группе наземных объектов на кстати вот этот игрок рамзайс его тут весь бой будут материть почему зря он на штурмовике то есть на тяжелом истребителе очень эффективно он будет заниматься наземкой то есть он будет пробить наземку на одном из самых лучших тяжелых истребителей которые отлично справляются с уничтожением воздушных объектов в общем дамажим бомбами и уничтожаем два объекта 3 4 облегчаем самолет максимально получаем за счет этого бонус к маневренности один из кораблей нам уничтожить не удалось бомба легла не очень точно поэтому прошла только часть урона ну мы его оставляем на потом выстраиваемся выходим влево выстраиваемся на следующие объекты как обычно союзнику надо атаковать именно тот объект на который выстраиваемся мы для атаки не маркирует цели никто крайне редко кто-то маркирует цели поэтому зачастую два а то и три самолета летят на один и тот же объект это конечно космоса не имеет но этот мы ему объект не отдали вот а решили забрать себе потому что в конце концов мы там первые были поэтому полное моральное право мы на это имеем такую следующую цель ну и вообще конечно странно вот зачем зачем ты на на тяжелом истребители не всем мы в тем более это мощнейшая машина ты пробишь наземку вместо того чтобы помогать союзника то есть союзный истребитель этом гибнут а он весь летает крабит наземку это конечно очень эффективно это очень правильно при всем при этом знаю что есть штурм и этого штурма достаточно чтобы довольно быстро всю эту наземку выпилить им все равно атакует наземные объекты оценку дадите сами и вот он пошел в атаку когда уже было слишком поздно его толпой эти три стрельбителя и уничтожили то есть потерял время когда надо было помогать союзникам куда бы они толпой бы действовали намного более эффективно он здесь занимался уничтожением наземных объектов потом остался один пошел вот так вот только уже такой атаки когда-то один вот ну тут наверно немножко жалко что нету бомб с другой стороны благодаря облегченному весу могут уходим от преследования достаточно неплохо маневрируем понятно что тут уже у нас дело дрянь тем не менее борт стрелок смотрите уже сколько нанес урона настраиваемся вот так он следующую цель на 5 нас сверху дамажит этот премьерный xp50 получает еще на 13 хп от нашего борт стрелка уже на 15 хп видите как точным ракетами бьем немножечко свелись постреляли примерно поняли куда вложатся патроны и туда сразу же запускаем ракету вот xp50 вот смотрите что происходит да он приближается и он вот на этих дистанциях он максимально сильно получает от нашего борт стрелка поэтому он сразу же начинает уходить ему тяжело с нами здесь воевать даже несмотря на то что бьем моего всего-то одним борт стрелком ну да не уже остается там 25 процентов запаса прочности но конечно у нас за таким самолетом по части скорости маневренности даже на л-10 достаточно трудно вот но что мы делаем мы виляем мы уходим от его преследования он вынужден сближаться и поэтому по нему смотрите как эффективно работает борт стрелок чуть-чуть чуть-чуть остается ему немножечко нам не хватило чтобы добить его за счет борт стрелка что мы можем сделать атакуем наземные объекты естественно и пытаемся их как можно больше снять понятно что запаса хп у нас не хватит чтобы выдержать следующий его заход поэтому мы делаем следующую вещь мы остаток запас прочности остаток в общем весь все это кинетическую энергию от самолета мы отпускаем на вот этот корабль который мы наполовину продамажили и добили тараном понятно что этот фраг формально достанется противнику но по факту он ему так и не достался вот поэтому героически считай как гластелло добили 13 объект и дали команде еще небольшое преимущество заодно не дали противнику эту эмоциональную победу в виде фрага вот ну вот такой значит у нас бой если вам понравилась эта подборка вы что-то для себя полезное или просто интересное нашли в этом оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч пока а